Вот, кстати, очень любопытно, что последние, скажем, полгода многие ваши коллеги, ну, раньше приходили и до эфира говорили, только не надо там, ну, допустим, про личную жизнь, или там не надо там про бывшую жену, или что-то, но сейчас говорят, только не надо про Украину. Сейчас вот какая-то такая тема, которая разделила шоу-бизнес на какие-то неравные части, это прошло мимо, то есть вы над всем над этим, или вы тоже как-то по этому поводу разговариваете? Я про позицию не спрашиваю. Понимаю, но невозможно находиться в стороне, потому что это, что называется, лезет из всех щелей, и когда ты видишь страдания других людей, ты не можешь оставаться безучастным, что бы то ни было. Обидно, что, к сожалению, как всегда, в таких войнах страдают совершенно независимые от этого люди, которые от этого ни черта не получают, вообще никогда не получат. Это, к сожалению, как бы удел вот этого политиканства. Никто не говорил, что политика – это хорошо, никто никогда не говорил о том, что раздел сфер влияния – это всегда развязание красных ленточек, улыбки, обнимашки и прочая вот эта вся хрень. Это вообще про другое, это всегда про войну. И мне очень странно вообще наблюдать за людьми, которые видят, что делят ресурсы. Это самое главное на Земле сокровище. И вдруг, что это будет происходить мирным путем. Никогда такого не было, никогда. Всегда из-за этого шли войны. Но в этом случае война, на мой взгляд, она могла быть гораздо более, к сожалению, кровопролитной, наверное. И в любом случае, то, что происходит, это чудовищно. Но, слушайте, здесь нужно выбирать. Либо вы живете в этой стране, и вы за эту страну, либо воевать за другую. А как воевать? Уже словом делали винтовкой песни, это уже дело десятое. Поэтому мне в любом случае все это страшно неприятно. И я сейчас на каждом своем концерте, даже до событий, я всегда пою «Катюшу». Всегда. При всем том, что я приурочиваю ее только лишь к победе, к великой победе, потому что я считаю, что самый главный праздник вообще в нашей стране. Никакие там нерелигиозные праздники, не Новый год. Согласен, абсолютно. День, победа и все. И я стал присовокуплять события на Украине, к победе. Говорю, слушайте, ну давайте жить мирно все-таки, ребята. Давайте жить дальше. У нас не все понимают, к сожалению, что на самом деле происходит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова